Всем привет, чуваки! Вы смотрите ежедневные влоги Кэм Виз Мэн. Сегодня у нас понедельник, 17 апреля. Между прочим, покажи, покажи. А, да. Где? Я только не знаю, сколько лет. Это у меня? А сколько лет? Ну, это было за год до свадьбы точно. Пять, наверное. Лет пять точно. Пять-шесть лет этим татуировкам нашим. Мы сделали их 17 апреля. После кино, в Атриум кино ходили в Омске. Вышли такие, а что мне сделать? Давно хотели, давно что-то планировали. Бах, и сделали. Просто сходили и сделали. Вот, ребят, сегодня вышли погулять. Сегодня офигенная погода, плюс 25. И хотим сгонять до озера, которое еще не изведано нами. Ну, там их два. Но мы, наверное, через Неменскую деревню пройдем. Пойдем дальше. Пойдемте. Ну, знаете, это может быть на карте одно, а в итоге, когда придешь, будет совсем не погулять. Отпускаем кораблик и устроим пикничок. Ты живешь в сточке? Да. Нас тут вот таким образом котейка встретила. Ну, как встретила? Она просто проигнорировала. Лежит на верхней полке в поезде, в плацкарте. И вообще в ус не дует. Так она несколько дней уже дома не живет. Вот она и дрыпнет. А что мне тут хорошо? Ну, ты что дурила, блин, портишь нам все. Просто Омск в советское время называли город сад. А Краснодар я бы называла город тюльпанов. По весне город тюльпанов. Потому что, ну, как бы это вообще. Это в палисаднике у людей. Краснодар, он в разное время года разный город. Сейчас по весне город тюльпанов, летом город каштанов. Каштанов, яблонь. Весной, ой, осенью город. Приходит на ум только город хурмы, город арбузов, потому что мы это поедаем всегда осенью. Ну да. А зимой просто тюльпанов. А зимой город тюльпанов, потому что очень много зеленых тюльпанов остается всю зиму. Это круто. Все, едем. Не отвлекаемся. Это мы вообще отвлеклись. Пахнет, это пахнет. Да, да. Это вот тот чирик-чирик пухнул просто. Едем в Магнит, потому что чайчок, чайчок. Чайчок, ну, новое слово. Ой, у чувака сзади багажник открылся, по-моему. Или он... Вот это? Нет, там сзади он едет. Короче, едем в Магнит, чтобы купить чоколадку. Чоколадку очень хочу, потому что взяли чай с собой. Но просто, как говорит Алисина бабушка, пустой чай. Пустой чай-то пить вообще не классно. Да, ты чувствуешь, что воняет чем-то. Трактор там... Да. Спахивает землю. Он там говно спахивает. Да, это вообще неприятно. А может мы вступили, пока тюльпаны рассматривали? Нет. А у меня есть такое подозрение. Это, короче... А что здесь за шоссе? Короче, это который вон нахуй, да? Нет, короче... Совместно, на Кубани точно. Короче, блин, здесь вообще никого нету. Просто никого. Мы практически одни во всем магазине. И бананы здесь по 54 рубля берем. Да. Ой. Кстати, не больше питья. Неплохо. Короче, ребят, вам совет. Вот такие вот есть шоколадочки, кремлевские забавы. Они... Они горький шоколад, но по вкусу реально как молочный практически. Видимо, там соевого лицетина этого, да, там много. Да. Наверное. Ну, правда, очень вкусно. Особенно те, которые с орехом. Мы брали с миндалем в последний раз. Да нет, с фундуком не так. С фундуком? Ну, давай бери с фундуком и все. Круто же. Он вообще прям... Прям типа альпинголь. Зашли за шоколадкой. Классика! Ю-ху! Пока мы идем, возникли подозрения, что то озеро, оно... Новое озеро для нас, оно старое. У меня. Это у тебя, нифига себе. Обычно мне на вайбер звонят. Короче, что это то же самое озеро, куда мы обычно ходим. Ну, ладно, посмотрим. В любом случае, у нас с собой фризби, пикничок и кораблики. Моя мама. А? Моя мама. Моя мама? Вообще нифигово. Я бы, честно говоря, хотел бы жить здесь. Прям даже здесь. Вот если бы сейчас сказали бы, меняем вашу квартиру на этот дом здесь. И вообще без оглядки, наверное, поменял бы. Хотя, не знаю, мы тоже живем нормально. Ну, блин, это дом. Это то, о чем мы мечтаем. Это наши мечты. Жить в своем доме. Тут такая клевая тупиковая улочка. Знаете, как реально сразу вспоминается клан Сопрано. Да и цвета такие же, как Сопрано. Да, да. Чисто тупичок для разворота и вокруг дома. То есть соседи на кольце живут все. Ну, конечно, здесь здорово. Здорово. Погулять. Погулять, да. Жить здорово, но, скорее всего, дорого. Ну, и непонятно, короче. Мне здесь не очень дорого. Мне качество не нравится здесь. Качество, да. Качество очень специфическое. Ну, под вопросом, как бы, таким. Ну, просто мы-то заходили туда в тот дом, и, как бы, он стоил дофига. Что-то больше 10 миллионов, а там, как бы, пол даже не сходится. Вот, разница между полами. То есть что-то провалилось, а что-то нет. Ну, как бы, ну, это вообще... Короче, застройщик, ну, делает деньги. Все равно наслаждаемся. Зато, вот, мы можем приехать и понаслаждаться. Короче, Алиска тормознула около тюльпанов. Не выдержала душа поэта. Решила фотографировать. Мы даже обнаружили, вон там здание, дом, который уже разрушили. Специально сломали. Видите знак? Кирпич и сзади дом. Мы помним этот дом. Он был целый, но вот его сломали. Видимо, что-то хотят построить на месте. Ладно, идем к озеру. Оказывается, который мы уже знаем. Мы сидим у озера. Сели вот так вот, вот, чтобы нас было видно четко. Сели, короче, повыше, чтобы высоко сидеть, далеко глядеть. Ну, не совсем озеро, конечно. Да. Ну, просто, по-моему, там на газонах нельзя ходить. Хотя, вот, там всякие репзики ходят. Газон, да. По газону не ходить, написано. Либо тише, чем там. Да. Можно было сидеть вон там, вон, еще на лавочках. Но оттуда смотреть на вот этот вот холм с дорогим рестораном, в котором нам... Мюнггаузен. А? Ну, что? Мюнггаузен. Мюнггаузен, это вот это вот. Да? А, нет, и этот. И этот, и этот. Короче, какая разница? Достаем чай и жрем шоколад. Да? Да. А во фрисби где будем играть? Не знаю. А поцелуй где мой? А можно... Где мой поцелуй? Я ничего не знаю, где мой поцелуй. На площади поиграть. А где моя площадь? Ресторан Йоко теперь называется. Который мы были. Он был не Йоко назывался. Он назывался Пердукой. Мы сейчас немного офигели. Мы просто такие, блин, круто. Темный шоколад. И такой вкусный, вроде горький. Ну, ладно, там 40% какао. Ну, видимо, темный из-за того, что нет молока. Ну, да, круто. Вообще, удивительно, что, типа, русский шоколад, кремлевский забава. И, типа, нам понравился. Ну, знаете, как бы, мы же такие еще петепривереды. Такие. А где его, интересно, делают? Пам-пам. Изготовленный завод Тандер. Краснодар. Магнит, короче, по-русски. Короче, Тандер, да, это магнит. В магните берем. В магните магнитский шоколад. Ну, правда вкусный. Может, там что-то в него добавляют? Может, они не пишут? Что-то добавляют, но не пишут? Да нет. Должны писать. Офигеть. А мы идем вот на этот холм на большой сейчас заберемся и поиграем там во фрисби. Прикольно. Мы были летом, когда этот холм как раз садили. Да-да-да. Очень прикольно. Ну, он как будто дикий. На самом деле, нифига, рукотворный. Это, короче, два лебедя-водолаза. Он просто сейчас перевернется, мне кажется. Или хочет ракету в небо пустить. Алиса вообще умиляется птичкам таким. Я считаю, что это птички все-таки. Алиса ведет меня в страну... Как там? Ну, какую? Вандерлэнд. В страну чудес. Вот, господи, дятел. Нифига здесь такой рельеф прикольный, с ступеньками. Бабах-бабах. А тут все стройка, просто непочатый, как в матрице. Смотрите. А вон домино какой лютый. Раз. И вот это, конечно, круче. В таком староанглийском стиле. Только окна. Опять же, вот сколько раз проезжаем и думаем, окна должны быть... Коричневые. Да. Все, доставай фрисби, давай рубанемся здесь. А вдруг улетит? Не улетит. Улетит, спустимся. Давай здесь сохранем сначала. Пойдем выше вон туда еще. Ой, оттуда кухня. Ой, кухню, говорю, блин. Школу видно, какую еще кухню. Кухню знаний, во. А там детский сад? Да. Фрисби. Фрисби, кстати, офигенский. Это полиуретан какой-то. Да, полиуретан. А, убежал. Давай, дубль два. А еще дальше. Тру-ру-рум. Еее, молодец. Шарились мы тут по району. Слышите звук? Ты слышишь? Да. Да. Ну, жабы. Германия направо, немецкая деревня налево. Ну, пока ходим по ненастоящей. Кто знает, может, по настоящей походим? Тан-тан. Тан-тан. А ну-ка, внезапный бросок обратно. Вкусно. Он не как тюльпан пахнет. Цветочная девочка никак не успокоится. Я вся мама. Четко Все, пойдем дальше Пойдем налево Ну что, Лиз, вот на такой Точно вы поменяла квартиру? Да Прямо здесь, вот здесь, вот прямо сейчас Те говорят такие, вот все, вселяйся Да Окей, тоже подпишусь Машину мы поформировали Все, короче, мы покидаем сие Место Место, место А ну-ка, место, сидеть, дай лапу Вот, покидаем цветочки И едем куда-нибудь дальше гулять Сегодня у нас кайфовый денек Что гулять? Ну, а что бы нет, прогуляемся и что? И у нас еще осталось три серии, да? Да Три серии, блин, они реально Тринадцать причин, почему сериал Как и писали, ребят, в комментарии Чем дальше, тем начинается вообще жесть какая-то Не фига, мы в Табрисе обнаружили кучу-кучу всяких хлебов, постных, бездрожжевых Вот берем один из них за 21 рубль 400 грамм, прикольно А вот это тоже, походу, да? Ну да Да, бездрожжевой Гоу Здесь что-то столпотворение какое-то, мне не нравится Мне кажется, мне сейчас задавят Это что за комок? Комок, земляной комок? Чернилами каракатицы Мы решили сделать перерыв дома на перекус По дороге Алиска нашла рецепт очень клевых бутербродов, простых, но таких вкусных Настолько они вкусные, что мы их еще не ели, но они настолько вкусные уже в голове, что у нас слюни потекли И желудок сказал, мы хотим Ну, желудки, в смысле, наши желудки, так сказать, мы хотим это съесть Поэтому заехали в магаз и купили Вот, собственно говоря, руку, хлеб, помидоры Нет, помидоры у нас нет Ну да, ну в смысле, что нужно? Хлеб, авокадо, помидор, чеснок Рукола И рукола Такие бутеры Такие бутеры, такое время, извините Вот, сечете о чем мы? Вот что, вот что творится Алиска сейчас такую же тарелочку себе И пойдем перекусим И поедем кататься на скейте Как вчера и говорил, надо, короче, поддерживать опыт То, что вчера набилось, там что-то в башке отложилось Надо сегодня повторить Я про попшу и топки, флип и всякое говно Короче, как Алиска сказала, у нас сейчас фуршет Очень вкусно, очень Рекомендуем Оно и вкусно, и очень сытно получается Ну как-то так вот, ребята Как-то так мы двигаемся Я просто Алису толкаюсь Это вишенная идея, не моя Да, ну потому что я на скейте Алиса решила сегодня самокат сегодня брать И поэтому, как бы, чтобы все было по-честному Все-таки едем на мои покатушки Я довезу до места Хотели на закат, но не успели Но бутеры зато в топку кинули вообще Рецепт реально клевый Советушки Ребята, мы сюда пришли Не просто покататься Посидеть и чай попить У нас остался чай еще С утреннего пикничка Мы хотим вам... Утреннего? Смешно Ну ладно, хорошо, да Затупил немножко, не утренний это был Обед это был Короче, мы хотим с вами поделиться Новостью, но которая уже как бы Неделю как не новость Да, ребята? Мы вернулись Мы вернулись Ежедневные влоги Кэм Узме Вы уже заметили, что целую неделю мы пилим Мы поняли, что, ну, не получается у нас без этого дела Не получается Да и так оно как-то само получилось Да, оно просто тык-тык-тык-тык Ну, как мы говорили, этот опыт в любом случае, он полезен Мы поняли... Во-первых, мы поняли, что мы не можем без этого Во-вторых, мы все равно делали какие-то дела Какие-то... Ну, что не делается, короче, что все к лучшему Поэтому, че сейчас искать какие-то объяснения И что мы сделали, что мы не сделали Короче, было дело, стало дело Мы снова ежедневные Поэтому дэй снизу на хлопушечке Дни продолжаются Я приплюсовал те дни То есть, ну, какие-то дни мы не снимали Они туда в зачет не пошли Ну, да В зачет! Эх, как будто зачет Как будто что-то вообще значит Это просто наша жизнь Мы просто снимаем свою жизнь Ребят, кто сейчас первый раз нас смотрит Мы просто снимаем свою жизнь Чаек пьем? Да А по катушечке? Да А еще я поняла, что мы сидим там, где была заправка Ну да, она была напротив Где напротив? Подожди Она убит была Лэп Лэп И все это теперь с подземлей Да, здесь все круто сделано Короче, мы на газоне, который безумно клевый Тебе нравится? Ну, он реально как матрас Он довольно маленький Я хотел Алиса привезти сюда Вчера сам кайфанул Теперь кайфанем вдвоем Вам нельзя это смотреть 18 плюс Кайфанем вдвоем на матрасе На этом Молодец О, здрасте Если первый раз нас видите Потому что будет клево Сто пудово Рифма? Сто пудово Рифма плет Все Пакета Мы пошли досматривать сериал 13 причин Почему? Мы должны сегодня досмотреть Не факт Растянем, возможно Нет Теперь супертрюк Отпечу ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон»